В настоящее время в Ненецком округе закрыты многие предприятия малого и среднего бизнеса. Не работают фитнес-клубы, салоны красоты и ряд других субъектов малого и среднего бизнеса, оказывающих услуги, в том числе в сфере дополнительного образования. Точки общепита работают только в режиме на вынос и осуществляют доставку. Предприниматели терпят убытки. О том, как им помочь и стоит ли продолжать ограничительные мероприятия в сфере услуг в режиме повышенной готовности в регионе, шла речь на встрече в Рио губернатора Ненецкого округа Юрия Бездудного с депутатами регионального парламента. Мы балансируем. С одной стороны, мы не должны допустить эту заразу в округ и принимаем все ограничительные меры, не такие жуткие, как в других субъектах, сразу скажу. С другой стороны, мы понимаем, что прежде всего страдает малый и средний бизнес. И здесь надо понимать, что мы не сможем открыть сейчас бассейны, может быть, фитнес-залы, все. Не сможем. Потому что тем самым можем привнести туда, занести этот вирус. Но с другой стороны, давайте посмотрим, мы не закрывали торговые центры. Через торговые центры проходят сейчас сотни людей. Но при этом закрыли парикмахерские и маникюрные салоны. При определенных правилах Роспотребнадзора, как то электронная запись или запись по телефону, чтобы не скапливалась очередь, обработка инструмента, маска, может быть, имел бы смысл их открыть. Потому что этим людям никто ничего не компенсирует. Они не бюджетники. Им как-то надо выживать. Некоторые из них закредитованы вот так, под завязку. Кто-то на арендных площадях. Многие из них на арендных площадях. И аренду им никто не прощает. То есть им как-то надо выживать в этих условиях. И здесь, может быть, на этой неделе, завтра или в понедельник, мы все-таки какое-то ослабление, послабление в отношении вот этого малого бизнеса примем. На видеоконференц-совещании в Рио губернатора с руководителем Департамента финансов Татьяной Лагвиненко и бизнес-омбудсменом Германом Сопочкиным речь шла о мерах поддержки предприятий малого и среднего бизнеса. Расширение льгот для бизнеса связано с издержками, которые несут предприниматели на фоне ситуации с пандемией коронавируса. В частности, увеличивается до 300 тысяч рублей максимальный объем субсидий на аренду помещений социальным предпринимателям. Субъектам предпринимательства, арендующим госимущество, отсрочки или рассрочки по арендным платежам предоставляется до конца 2021 года. Предпринимателям, которые арендуют муниципальное имущество, арендная плата будет также снижена. Фонд поддержки предпринимательства снизил процентную ставку до 3% на 2020 год по действующим микрозаймам. Такая ставка будет предусмотрена и на все новые микрозаймы. Более того, в ходе ВКС-совещания было принято решение, чтобы сохранить количество работников на предприятиях малого и среднего бизнеса через имеющиеся в округе меру поддержки для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Им будет оказана финансовая помощь в размере прожиточного минимума. Она коснется 250 человек. На эти цели потребуется в месяц 5 миллионов рублей из средств окружного бюджета.